всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала ну вот сегодня у нас пойдет продолжение как связать мушку ну и скажем так это наверное будет урок 1 здесь я буду рассказывать самого начала что необходимо и что нужно делать и уметь чтобы начать вязать многого всего не буду рассказывать все это буду рассказывать частями уроками так что вы наберитесь терпения потому что это все снять в один фильм то это уйдет уйдут сутки реально вы не сможете смотреть от этого помаленьку буду давать вам информацию и буду давать ее таким образом как я считаю что она вам будет полезна то есть таким уклоном чтобы развить вас с самого начала творческие способности чтобы человек не тормозил не комплексово как многие начинают вязать и он впадает в стопор и этой творческой жилки нитки у нее нету я попытаюсь как бы ваш кругозор обзор обзор или или как скажем так расширить ваше воображение и это я буду самого начала стараться делать и вам показывать так ну все у нас начинается вязание это с монтажной нити что такое монтажная нить монтажная нить это то орудие скажем так тот инструмент с помощью которого вы начинаете вязать крепить ее на крючок на цеве крючка и с помощью нее скажем так крепить делать форму мухи до делать из нее до пингу и нить то есть это основа скажем так это скажем то топливо которое нужно для двигателя вот монтажные нити у нас бывает очень разные разных фирм долго я все рассказывать не буду от самых сверхтонких дорогих да ну скажем так сверхтонких сверх прочных до дорогих видно что это не сделаны так приблотненно вот вот она можно вынять ее раз накрутить сколько надо потом засунуть отпустить этот так хоп эти пластмассовая штучка поднимается фиксируется все так красиво до более простых здесь у нас указывается ее длина в ярдах до указывается цвет указывается ее толщина вот 8 дроп 0 это толщина нить это по-моему одна из самых тонких разные цвета вот они всякие разные у нас есть это все заводскую но что вам могу сказать все это стоит дорого уважаемая а в принципе такого эффекта на клюв рыбы она по факту не оказывает от этого вам сейчас буду рассказывать те секреты которые вам не расскажут ни в каких магазинах а тем самым и может быть постараюсь обанкротить некоторую часть уменьшить доход тех магазинов которые слишком задирают цены сейчас я вам расскажу как добывается бесплатно или почти бесплатная монтажная нить вот это вот все которое стоит денег скажем так а цена их не может быть 23 и до 8 долларов видите это все на самом деле шляпа полная и без этого безо всего можно вообще обойтись и даже можно обойтись цветом 1 1 цвета монтажной нитки хотя мне сейчас люди будут опытные говорить да ты чего нужно только разные цвете монтажной нити будет она просвечивать я скажу по факту а это наклев рыбы влияет и никто мне не сможет ответить на вопрос я скажу так я последние годы вижу одной черной монтажной нитью и ни разу не видел ни на одной мухе чтоб ухудшилась поклевка рыбы вот честно вам скажу я не нашел от этого я не вижу разницу в множествах цветов этих монтажной нити может быть только если вы делаете эти мухи на продажу в магазин там на выставку чтобы это смотрелось эстетичнее она имеет смысл по факту для меня не имеет значения ну у каждого свое мнение не буду спорить кому интересно цветными делайте цветные я вам расскажу даже как цветные нитки добыть почти на халяву вот это все не нужно магазинная барахло мы все выкидываем она у меня есть она нам просто не нужно вот как это можно сделать магазине продаются я уже сейчас давненько не заходил не могу сказать но думаю наверное не дороже там каких-то там копеек обыкновенная капроновые нитки вот они бывают абсолютно разных цветов до продаются у нас лавсановые ниточки они тоже бывают разных цветов и разные толщины нити вот маркировка лавсан лавсан вот самые они такие прочные нитки можно и капроновая ну вот все цвета я сейчас не буду все показывать а тоже уберу и оставлю на примере тоже 1 . нет я я отлично люблю вязать лавсановыми нитками но в чем прикол вы скажете да монтажная нить она тоньше да мы сейчас тоже из этой нитки сделаем такую же тонкую нить видите здесь на шпурке на пластмассовая уже сделал лезвием такие вот надрезы видите входящая и прорезь где она фиксируется смотрим видите так вынимаю отматываю немного и покажу сейчас как можно добыть отсюда монтажную нить стоит такой моток я думаю наверно в районе там 20 и 25 рублей то есть если так разобраться то наверное на доллар их можно купить 3 таких понимаете фирменные монтажные нити вы на доллар не купите каждый такие нитки они сплетены из трех от таких вот волокон видите внутри вот эти волокна и мы берем и распускаем ее сначала в одной пряди будет 2 другой пряди будет 1 1 волокно видите вот она вот таким вот образом раскручиваться вот и мы начинаем распускать эту лавсановую нить и добывать именно я применяю такое слово добывать монтажную нить вот из этой копеечные лавсановой нити вот беру шпульку одну такую заводскую из подзаводской монтажной нити закрепляю с одного края другую но здесь сразу же пойдет два волокна потом еще раз их придется распускать но это уже вы все в процессе сделайте сами мне главное показать вам идею как это добыть по сути дела на халяву за какие-то копейки и самое что интересно вот это вот лавсановая распущенная монтажная нить она еще в два раза крепче любой самые прочные дорогой монтажные нити вот видите я вот так и начинаю наматывать и распускать как она сама раскрутилась я опять здесь отматываю вините опять закрепляю надеюсь чтобы на камеру бывают маленькими порциями как бы понимаете вам показываю а дальше это можно сколько вам нужно столько отведите и размотаете вот я мотаю это раскручиваться вот таким образом я добываю монтажную нить но на самом деле это можно сделать приспособление где можно сразу же махом все это распустить меня мне главная суть показать вам что вот как это все а дальше вы сами сделаете на бобинку тут приспособление и можете дома растянуть это на метражи на десятки метров и быстро все сделать вот и получается вот я сюда наматываю сколько мне нужно тоненько вот такой нитки и получается она тоньше и в два раза практически прочнее чем любая покупная за бешеные деньги монтажная нить вот это делается таким образом потом это все ставится на бобина на катушкодержатель у вас получается такая можно сказать 300 метров за 25 за 30 рублей вы по сути дела можете распустить то есть ничего смеяться смешная цена за такие метражи понимаете на халяву можно сказать и таким образом мало ваша муха встает почти в копейки вот это я показал ну и теперь я сразу же в одной серии постараюсь вам показать как это монтажная нить крепится вот что еще могу добавить вы размотали желательно и сразу же пролощить скажем так для этого есть вот такие разные ваксы продаются но здесь если перевести дубинг вакс это как бы сказать воск для кожи вакс это вакс думать типа новым для кожи как бы это возьмете так вот пальчиком мажете и сразу же эту нить лощите до чтобы она не скручивалась лучших не допинг прилипал и волощенная нить она не будет как бы гнить при попадании воды и становится более прочный понимаете это делают наши сапожники из древних времен в этом ремесле скажем так они тоже этим занимается мы сразу же пролощили ее и теперь вам будут показывать на примере как крепится монтажная нить и вот на этом мы наверное первые уроки закончим вот берется крючок обыкновенный зажимается в тисочки и вот отсюда начинается все муха вязание скажем так сейчас постараюсь приблизить камеру чтобы это было более менее было видно чуть-чуть разверну так вот крючок закрепить монтажную нить очень просто видите я беру накладываю на крючок делаю первый оборот второй оборот я уже делаю в сторону самой вот это вот нитки и как бы наезжаю на нитку видите вот я и наезжаю виток витку лажу и вот я сам на свою же нитку как бы накидываю эти витки вот все я затормозил видите лишнее можно обрезать я всегда пользуюсь лезем она мне почему-то легло в руку она более точно более остро можно все убрать безо всяких лишних этих вот можете посмотреть как это все происходит вот и теперь дальше уже вот можно так вот делать мы закрепили всю монтажную нить вот и можно уже дальше крепить какие-то сегменты сейчас я покажу это я показал что вам наглядно было многие это тоже так делают наглядно часа смотаю многие тоже так показывают я обычно лезвием не вы не отрезаю уже не пользуюсь обычно я сразу же наезжаю таким образом что мне уже потом не нужно будет отрезать от лезвием излишки я сразу же мотает так есть может быть просто будет не видно я поджимаю самый краешек делаю два виточка 3 3 4 его пошел видите вот у меня лишнего ничего не осталось то есть вот все уже отрезать ничего не надо то есть никаких лишних телодвижений делать не надо сразу же намотал никаких хвостиков нету все вот таким образом уважаемые крепится монтажная нить на этом я думаю это видео заканчиваем потому что видео получится слишком долгими смотреть будет муторно буду давать вам информацию порцию порциями кому нравится палец вверх ставьте вот спасибо за внимание уважаемое до свидания до новых встреч